Нужно ли родителям прикрывать сына-алкоголика, не работает, не платит алименты, а родители терпят, кормят, платят алименты и верят обещаниям. Ну, видимо, здесь однозначно, ну, если человек не работает, пьет, и вы его прикрываете, я думаю, что это, в общем-то, опять же, я говорю, что здесь есть какие-то разные моменты, но все-таки мне кажется, что это неправильно. У нас были моменты, когда человеку можно было, чтобы его посадили в тюрьму. Мы его помогли, чтобы не посадили, но это привело к тому, что человека нет живых. А второй инвалид. А если бы он был в тюрьме, он был бы жив. Понимаете? А мы вот вроде как бы видим, что человек, ну ладно, помогите, спасите, понимаете, ну, напишите, там, походатайствуйте, все. А вот так бы был бы живой. И вот хорошо мы сделали или нет, мне кажется, не очень. Поэтому, если человек, ну, если он пьет, но в тюрьме он пить не будет, ну, его посадят, я понимаю, за алименты, если он не будет платить, наверное, в тюрьме он будет работать. Отец Николаевский сказал, что в тюрьме хорошо там работают люди. Может быть, и так. Тут надо все время рассуждать, понимаете. Когда есть, что мы хотим, чтобы... Какая смысл наш? Мы хотим, чтобы ребенок, который уже взрослый дядя, у которого есть дети, у которого не платят элементы, чтобы он... его душа спаслась. Или мы хотим, чтобы он не попал за решетку. Или там еще какие-нибудь. То есть, какие цели мы ставим для своих близких? Может быть, надо и ответить за свои поступки, да. И как раз очень... потом люди говорят, вот я там воровал, там все такое, понимаете, меня не попадался. А потом попался. А потом человек говорит, слава богу, что попался, потому что дальше бы кончилось все трагедией. Убил бы кого-нибудь или еще что-нибудь такое. Человек осознает, что не всегда, понимаете, наказание, оно, как бы сказать, это плохо. Но, может, наоборот, это шанс. То же самое и армия. Вот отмазывают от армии, да. Да, там жалко, все там. А может быть, армия бы все-таки как-то что-то изменила в жизни человека. Хотя, понимаете, здесь тоже, опять же, здесь нельзя так говорить однозначно и так и никак по-другому. Ну, понятно. Если есть борьба, то надо помогать. Если есть борьба с алкоголем, падает, приходит, плачет, что-то делает усилие, тогда есть какая-то перспектива. А если нет борьбы вообще, просто привычка вот так жить, паразитически существовать так, тогда это, наверное, все-таки не очень правильно. Я так думаю. Субтитры сделал DimaTorzok